Ну что, всем привет! Вы снова на моем канале Яна Лученко, и сегодня у нас сладкий мугубанк! Как мы и обещали, будем сегодня пить чай, устроить целое чаепитие. И сегодня эти тортики и клерчики у нас от Desert Family. Сегодня они нас угощают своими очень вкусными тортиками. Сразу признаюсь, оказывается, мы их знаем, потому что они поставляют, оказывается, в кофейню, в которой мы часто завтракаем и пьем кофе, свои десерты. Так что многие нам знакомы десерты, и уже заверяю вас, что они вкусные. Но будем пробовать, например, вот такой лавандовый и вот такой морковный мы еще не пробовали. А чизкейки нам с клерчиками знакомы. Это, кстати, мой любимый лаймовый вот этот вот эклер. Я всегда его беру, очень его люблю. А этот с шоколадом, ну, эклер у них вкусный. Я тоже люблю. Здесь у нас лавандовый, это у нас морковный, это классический чизкейк и чизкейк сникерсом. Давайте скорее кушать, потому что, ну, нельзя на это смотреть со спокойной душой. Папа сегодня с нами, потому что у нас выходной. Начнем пробовать и разговаривать вместе с вами. Что, кто с какого начнет? Я с такой. Давай ты выберешь. Тебе какой. Я очень хочу попробовать лавандовый. Я вот такой. Я, в принципе, люблю там кофе лавандовое и... Ой, они у них пропитанные, не сухие. Это я вам уже 100% говорю. Ммм, вкусно. Он такой пропитанный и вкусный. Оставляю на них сразу ссылку, если вы из Тюмени, чтобы вы знали, чьи это тортики. Ммм, вкусный чизкейк сникерс для нас не новый, но он до сих пор остается вкусным. Ммм. Чизкейки у них классные. Ммм. У меня просто чизкейк. Ммм. Я, на этот чизкейк. Ммм. Давайте я сникерс попробую. Попробую следующий морковный. Сейчас я, ребята, поем и потом поотвечаю на ваши комментарии, потому что комментариев стало очень много. Кстати, вас уже 700, 700 с чем-то. Тоже считаете, как мини-праздник у нас. Растем с каждым днем на 100 человек. Там даже кто-то написал, что было мало, а сейчас уже за день выросло. Да, действительно. Ммм. Морковный, кстати, тоже очень прикольно. Не сухое, что самое главное. Угу. У них абсолютно не сухие десерты. Давайте лаван попробуем. Да, попробуйте. Я тоже лаван. Давайте поменяем. Я сегодня, когда забирала у них тортики, они оказались не только, не просто кондитерские, а у них даже там маленькое мини-кафе. Там можно даже позавтракать, можно пообедать. Суп дня у них есть. А где они в Новине находятся? Я только кофей не знаю. Да. Это получается как, ну, если там слева направо. Там есть здесь строительный двор, короче. Либо это самое последнее, либо это самое первое строение, вот, Новина. Вот. Мне очень понравился морковный торт. Мне лаван тоже понравился. Я думал, он будет какой-то... Невкусный. Нам интересно. Угу. Мы сразу накинулись в то, что мы еще не пробовали. Ммм, он такой с орешками. И такие пышные коржи у морковного. Мне понравился. Давайте поотвечаю на ваши комментарии. Стало, кстати, очень много комментариев. Вот уже 742 вас. И, честно говоря, сейчас я уже немножко не успеваю отвечать. Не потому что, как будто бы мне лень или еще что-то. Но комментарии сейчас стали очень разные. И когда я отвечаю на ваши комментарии, ну, то есть я погружаюсь в ваш комментарий и на него отвечаю. Там нет фонаря, а просто. И сейчас, когда комментариев очень много и они все разные, то это очень много времени занимает. Ну, потому что я стараюсь действительно вам откровенно, искренне ответить, а не так, что типа. Поэтому я читаю все комментарии, но могу что-то действительно пропустить. Ну, естественно, по мере возможности я отвечаю, потому что время даже монтировать. Сегодня, кстати, у нас будет два мукбанка. Мы вам обещали. Это сладкий мукбанк и мукбанк с роллами. Но мы его снимем сегодня, но я не знаю, с монтажом успею ли я смонтировать сразу два. Возможно, завтра сразу утром я уже выложу и мукбанк с роллами. Но знаете, что мы все делаем из Калифорнии? Тоже будет. Так, давайте подвещаем на ваш комментарий. Так, Яна задает Самара Алсо. Может быть неправильно, но тебе большой привет. Яна, сколько вам и Артему лет? Много. Мне уже 30 было в январе. А Артему? Еще не 30 января. Ему 29. Так, мой рост... Мне 4. А тебе 4, да. Мой рост 163. То есть я очень маленького роста. А вес, ну, у меня где-то 48-50. Твой рост и вес не спрашиваются. Я думаю, похвастаюсь. Здесь я уже ответила. Я тоже. Так, зачем? Есть в перчатках. Ну, я уже на одном видео говорила. Та еда, которая... Ну, это, наверное, чисто, знаете, наш заход. Та еда, которая кушается руками, мы кушаем ее в перчатках. Мне кажется, на видео это смотрится более эстетично. Поэтому... Во-вторых, это удобно. Поел, снял. Да, руки не пачкаются и... Особенно, когда еда жирная, тогда начинаются салфетки. Жирной едой всегда сложно, потому что ты постоянно меняешь то вилку, то стакан, то там соус макнуть. И приходится доставать много салфеток, вытираться. А в перчатках все это более аккуратно проходит. Или вот, Ольга А, тебе большой привет. Ну, прям смешно. Отделила бы ребенку мясо. Сама хавает, а ребенок мучается. Вот так вот. У нас такие жесткие условия самовыживания. Поэтому, понимаете, что успел у нас в семье, то и съел. В одном видео стакан пирожка упала. Да, скажите спасибо, что она еще сама себе пищу не добывает. Да, вы мне пишите, что я слишком быстро ем. Но я уже стараюсь кушать медленнее. Но, возможно, это какая-то моя привычка. Да, я кушаю быстро. Но вот последние два видео я уже стараюсь кушать медленнее. Но вы все равно пишите, что я кушаю быстро. Так, вот, Шамиль Наврузов. Может быть, неправильно, извиняюсь, прочитала. Большой привет. Спасибо за вопрос. Какого мукбанкера вы любите смотреть? Спасибо заранее. Вообще, вот так, чтобы я смотрела мукбанкеров, у меня такого нет. Вообще, все это началось с того, что я очень любила смотреть, ну, вот эти корейские нарезки, АСМР там. Но я их точно не знала. И на ютубе я их не смотрела, я их смотрела вот в инстаграме, потому что это удобно, и они нарезаны, и быстренько смотришь. И конкретно кто там, я их только по лицам знаю, только был полненький кореец, мне нравился, как он и что ест. Там пару женщин, и... Ну, то есть так я их ники там и не знала, имена их не знала. Вот. А потом я заболела. Не заболела, вот я удаляла себе зубы, и долгое время практически лежала. У меня был там постельный режим, что еще делать? Ну, смотреть что-нибудь в интернете. Утешать себя. Да, я смотрела тикток, и там была нарезка... Опять же, вот я извиняюсь, но я не помню название имена. Название имена я не помню конкретно мукбанкеров. В общем, там сделали смешное на нее... Это не русская, они, по-моему, с Баку, что ли, две девушки. Одна, вот Айка, а вторая, честно, я не помню, как ее зовут. И они сделали на нее, знаете, был смешной ролик, типа кратко о моей аккуратности. В общем, она там сою уронила или что, разлила. И что-то мне захотелось найти ее в Ютьюбе и посмотреть. Я стала водить мукбанки, ну, их нашла и стала смотреть. И еще одна, одну женщину. И вот меня они почему-то успокаивали. Я их все просмотрела, пока вот болела зубом. И еще одна, вот эта Айка, вот которая уронила сою. И одна еще женщина, Инна, она постоянно матерится. Она тоже снимает мукбанки. И я не знаю, но они, вот я их когда смотрела, мне было легче, потому что у меня было сложное удаление, я не могла кушать. Мне было так тяжело. И я просто смотрела, как они кушают, и меня это успокаивало. Вот. Ну и все. Сейчас в основном, конечно, смотреть чьи-то мукбанки особо времени нет. Да вообще времени нет. Да, потому что сейчас снимаем свои. Их монтируем. Давайте дальше. Да, сейчас смотришь на других мукбангеров и удивляешься, как все залазит. Там такое тарелище с роллами или еще с чем-то, или там с пельменями, и они все в себя закидывают. Просто как в яму. Кстати, уже несколько раз пишут, что ты похож на Сергея Бодрова. Еще были какие-то вопросы. Честно, тут все стали уже писать, честно, знаете, что-то неадекватное. Ну, на самом деле, на такие комментарии, ну, кто, знаете, вот, ну, правда, начинает писать тоже, это стоит ожидать, что будут не только те хорошие комментарии, которые мы ждем, но, опять же, это говорит, что те люди, которые пишут всякие гадости, непристойности, скажем так, то это показатель канала того, что они нас нашли. Значит, мы есть в рекомендациях, и они нас нашли и посмотрели. Мне безразлично. Да, то есть, и они еще оставили свой комментарий. То есть, в любом случае, даже от этого есть какой-то плюс. Вот. Но, ребят, любой негатив, он как бы всегда имеет место, то есть, да, можно понять человека. А, допустим... А сейчас светло. Например, в общем, я, видите, морковну сточила. Мне, кстати, морковну очень понравилась. Он еще с орешками, и, знаете, еще, мне кажется, здесь, типа, шоколадная, что ли, какая-то стружка. И даже можно чаем его не запивать. То есть, он такой прям влажный, и орешки мне нравятся, как они хрустят. Про Бодрова, да. Я часто слышал об этом, не знаю, чем похожи. Может, там глаза, брови и волосы напоминают немного. А кто съел? А, он закончился? Да, все. Там на видео можно посмотреть потом, куда он делся. В твоем животике. Вот. А что про негатив? А, то есть, допустим, бывает, что, да, вы действительно, там, у человека что-то случилось, например, плохое настроение, и вот он нарвался на наше видео, ему нужно было куда-то выплеснуть, и сейчас с помощью вот таких вот, да, соцсетей, скажем так, так можно, да, кому-нибудь нагадить в комментариях, чуть-чуть свой пыл, жар таким образом скинуть, и пойти дальше. Но когда человек пишет регулярно, постоянно какой-то негатив, то есть, он в целом постоянно ходит вот с таким вот неврозом, скажем так, что ему хочется гадить-гадить везде, неважно, то есть, не только в комментариях, значит, по жизни человек такой, в принципе, везде видит негатив, то это уже проблема самого человека, и, конечно, на такие комментарии, то есть, уже нет смысла даже входить в какое-то общение, например, с человеком, который оставил такой комментарий, хотя, вы знаете, я, в принципе, всем отвечаю, даже если вы пишете какой-то там негатив, я стараюсь вам ответить. Но если вы делаете это регулярно, постоянно, то это действительно уже лично ваша проблема, то есть, вы не понимаете, что вас вот тянет вот эта вот злость какая-то ко дну, то есть, вы постоянно хотите кому-то, вот, найти какую-то пакость сделать, да, поэтому поверьте, что на самом деле вы не делаете другим хуже, вы делаете хуже только себе, таким образом себя все затягивает, затягивает, какой-то негатив. Кстати, сегодня же 1 марта, сегодня первый день весны, кстати, вас поздравляем, наконец-то будет тепло, я надеюсь, можете написать у вас, кстати, как погода, но у нас, между прочим, тепло и похоже, погода немного похожа, что будет весна. Вообще, зима была очень теплая. Кстати, вот здесь вот лайм, и вот здесь вот они делают малиновую посыпку, я так понимаю, это как сушеная малинка, что ли, но я прям очень люблю эти эклеры лаймовые. Очень вкусно. Ну, мы, в принципе, все съели. Мне сложно было догадаться. Да. На самом деле, я их тоже нашла в инстаграме, потому что я увидела их десерты, ну, не такие, как в Гардене, и, ну, у них красивые. Поэтому решили их попробовать, познакомить их с вами, они согласились, и... Но потом, когда уже я стала более подробно смотреть, я поняла, что, ну, знаете, все тебя притягивает, все, что тебе нравится, ты в итоге это и найдешь. Потому что в кофейне, да, я просто... Ну, мы всегда их кушаем регулярно. И тут я прихожу и вижу, что десерты похожи. Вот. И они подтвердили, да, что это они поставляют им, оказывается. Поэтому у меня вообще уже была стопроцентная уверенность вам их порекомендовать. Вот так. Ну что, наш сладкий макбан подходит к концу. Это было сегодня очень вкусно. Спасибо, десерт фэмили. У них действительно вкусные десерты, и могу вам их и порекомендовать 100%, и потому что уверены в них, и, как оказалось, мы с ними знакомы. Чизкейк-чизкейк мне очень понравился. Да. Я оценил лавандовый торт. Действительно интересный. То есть чизкейк и эклеры тоже 150 раз попробовала. Вот этот тортик такой. Да, с учетом, что мы уже... С учетом, что многие нам десерты уже знакомы, мы попробовали лавандовый и морковный, и тоже они нам понравились. С уверенностью можем вам их рекомендовать. Десерт фэмили действительно делают вкусные десерты. Спасибо вам. Ну что, до новых встреч. Пока.